Сессию «Мегаполис и университет. Переход к инвестиционной модели сотрудничества». Уважаемые друзья, прежде чем перейти непосредственно к обсуждению этой темы, хотел бы несколько таких административных вопросов. Мы постараемся после выступления каждого из наших уважаемых участников взять несколько вопросов из зала, может быть, немного, может быть, один-два вопроса, для того, чтобы, так сказать, разбавить нашу дискуссию. И у нас предусмотрено сейчас, вот загружено уже три презентации, три презентации, каждая будет где-то по 10-15 минут после каждой из них. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, будем рады их услышать. К нашей сессии сегодня присоединились выдающиеся эксперты в области образования, не побоюсь этого слова. Позвольте мне кратко их представить, наверное, потом в рамках презентации и каждый еще представится. Доктор Мартин Хинул, руководитель по развитию бизнеса, экономики, знаний региона Лёвин, Лёвинского католического университета в Бельгии. Что интересно, доктор Хинул участвовал в проектах, связанных взаимодействия университета и города с обеих сторон, и со стороны администрации города, и со стороны непосредственно университета. И достиг в руководстве вот этим кластером университетским достаточно больших достижений, о чем мы сегодня попросим его с нами поделиться. Константин Исаакович Сонин, профессор университета Чикаго и высшей школы экономики. Будет очень интересно узнать ваше мнение о развитии университета в городском мегаполисе, что важно, на какие вопросы, так скажем, должен отвечать университет перед городом, как город должен стимулировать развитие университета. Вот эти вопросы мы сейчас постараемся обсудить. Алифтина Анатольевна Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС, доктор наук, что интересно, МИСИС один из ключевых участников программы, нашей национальной всероссийской программы, которая получила название 5100, уже несколько лет занимает лидирующие положения в этой программе. И постепенно, год за годом, действительно становятся университетом международного уровня. Нам также будет очень интересно узнать, как вы, Алифтина Анатольевна, видите развитие взаимодействия города, администрации и университета, находящегося в центре столицы. Прежде чем непосредственно перейти к вопросам участников, хотел бы несколько, можно сказать, для затравки, показать несколько слайдов и задаться вопросом. Мы же с вами находимся на урбанистическом форуме. Урбанистический форум у нас в основном затрагивает такие общегородские темы. Сегодня было очень много вопросов рассмотрено на различных сессиях по развитию города, развитию транспортной инфраструктуры, развитию всевозможной инфраструктуры строительства и так далее. Вопрос, может ли современный город, мегаполис, выжить без качественных университетов международного уровня? И вот здесь мы постарались подготовить несколько таких, может быть, немного провокационных сравнений. Вспомним совсем недавно, несколько десятков, порядка 30 лет назад, Детройт и Бостон в Америке были более-менее сравнимые города по промышленному, интеллектуальному развитию. И в принципе, так сказать, города как бы сравнимые мегаполисы. Что произошло с Детройтом сейчас, после того, как фактически промышленность оттуда ушла? Убыль населения, рост преступности, падение доходов населения. Что произошло с Бостоном? Прирост населения, увеличение доходов населения. С нашей точки зрения, один из основных элементов таких стратегических векторов развития этих городов как раз заключается в том, что в одном городе больше 50 учреждений высшего образования, из них 3 находятся в то, что называется топ-200 мировых рейтингов. В Детройте, соответственно, именно вот этой интеллектуальной инфраструктуры, образовательной, не было, что привело к таким плачевным результатам. Сегодня на урбанистическом форуме, вчера и сегодня на урбанистическом форуме, наверное, многие из участников слышали, и, так сказать, вчера была достаточно такая жесткая дискуссия между мэром города, господином Собянином и Алексеем Кудрином, о том, что Кудрин говорил, должны быть границы, определенное развитие мегаполиса, в частности в России, Собянин говорил, что это по большому счету противоестественно, необходимо наоборот, так сказать, считать Москву и другие мегаполисы локомотивом развития страны и развития нации, наверное, вокруг этих мегаполисов. Но при этом основные темы, которые вчера и сегодня обсуждались на урбанистическом форуме, они во многом инфраструктурные. Еще раз, развитие строительства, программы реновации, программы транспортной доступности, вы знаете, в Москве программа «Моя улица» — все направлено на инфраструктуру. В меньшей степени мы видим стратегию развития города вокруг развития человеческого капитала. А с нашей точки зрения именно развитие человеческого капитала является залогом вот этой вот стратегической гибкости экономики, которая, во-первых, дает прямой эффект. Вот во многих мегаполисах университета, да и в Москве в частности, университеты — это, так сказать, большие предприятия, которые дают рабочие места, которые дают точно так же инвестиции в инфраструктуру и так далее. Но при этом именно они, именно университетский пояс мегаполисов обеспечивает развитие образования населения, притягивает в том числе наиболее высококвалифицированных и эффективных людей из других регионов и не только из регионов страны, обеспечивает развитие инноваций и, в принципе, обеспечивает улучшение городской среды, в некотором роде повышает социальное окружение города. В какой-то степени ведущие университеты мира могут артикулировать выгоду от своей деятельности для региональной экономики. То есть часто считается, и, наверное, на государственном уровне считается, что возврат на инвестиции в университеты не должен считаться. С нашей точки зрения это большой вопрос, наверное, один из вопросов, которые можно было бы сегодня тоже обсудить. Наверное, возврат на инвестиции в университеты не может считаться прямым образом, как возврат на инвестиции в какие-то бизнес-проекты, но точно существует большое количество косвенных или рядом стоящих эффектов, которые в долгосрочном периоде времени дают положительный эффект в целом на развитие городской инфраструктуры. Здесь представлены просто некоторые цифры, и, в принципе, в мире по нашей статистике существует бенчмарк, что один, грубо говоря, рубль или доллар, вложенный в высшее образование, в университет, дает на порядок больше, то есть порядка 10 рублей в экономике соответствующего региона. Еще один немаловажный момент хотелось бы отметить, что именно в университетской среде, на кампусах университетов создаются инновации, новые компании, стартапы. Вы знаете, что сейчас и российское правительство, и московское городское правительство немалое внимание уделяет вопросам развития инновационной деятельности на территории. Но тоже, что хотелось бы отметить, или, по крайней мере, что мы видим со стороны, что в основном инвестиции, которые идут в этом направлении, идут куда? Опять-таки в инфраструктуру. Например, там строится большое количество технопарков. Да, технопарки – это, так сказать, наверное, в определенный момент необходимая базовая вещь, которая должна быть, но наполнить эти технопарки инновационными стартапами, которые будут генерировать соответствующие компании. А как вот на этом слайде вы видите, практически все ведущие компании технологические, Google, Cisco, Intel, NVIDIA, они выросли из маленьких университетских стартапов, или даже просто из университетских коллективов. Вот этот эффект, он тоже, так сказать, должен учитываться при, наверное, подсчете эффекта от вложения в университеты. Ну и вот еще одну интересную статистику мы хотели бы вам привести. За последние два дня было не раз сказано, что Москва, в частности, Москва как, наверное, ведущий мегаполис России, конкурирует в мировом масштабе с другими мегаполисами. Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Сингапуром, Токио и другими. Но если вот посмотреть даже просто с точки зрения статистики, в каждом из этих городов мы видим наличие большого количества университетов в принципе, что, наверное, справедливо и для Москвы. В Москве, по-моему, порядка более 30 университетов, или даже более 40 университетов. Но при этом в современных мегаполисах это действительно университеты международного уровня. Это университеты, которые входят во все международные рейтинги, находятся на лидирующих позициях этих рейтингов, и, соответственно, помогают этим городам и привлекать таланты, и создавать соответствующую социальную среду. Конкурентоспособность как городов, так, соответственно, и университетов, конечно, обуславливается, вот то, к чему я веду, и инвестициями. То есть бюджеты университетов, которые мы видим в других городах мегаполисов, они, конечно, мало сравнимы, ну, наверное, вот за исключением МГУ имени Ломоносова, с другими, в том числе ведущими российскими университетами. Существует, конечно, достаточно большой разрыв. И в этом, наверное, один из вопросов, который мы бы хотели так концептуально задать и городской администрации. Наверное, город как образование должны стимулировать развитие городских университетов и помогать им становиться университетами международного уровня. Как это сделать? Вот с нашей точки зрения город в данном случае должен стать неким квалифицированным или системным заказчиком на развитие университетов на соответствующей территории. Если можно убрать, вот, да, нет, презентацию оставить, а убрать там окошко какое-то. Спасибо. Да. То есть вот тот опыт, который мы видим со стороны других городов-мегаполисов, показывает, что их администрации очень активно участвуют, с одной стороны, как в стимулировании развития соответствующих университетов, так и в какой-то степени контроля и, так сказать, обеспечивают такую, так сказать, системную функцию заказчика. То есть смотрит, действительно, какой возврат на инвестиции в широком смысле этого слова. Территория, получая тот развитие университета, смотрит на адекватность масштабов вложений. Потому что для того, чтобы стать университетом международного уровня, наверное, там, так сказать, те, так сказать, небольшие вложения, которые делаются сейчас, просто выглядят недостаточными. Но вот об этом, наверное, сегодня вот и хотелось поговорить с нашими уважаемыми коллегами-участниками данного круглого стола. Первый вопрос я бы хотел задать Мартину Хинулу о взаимодействии университета и города как комплексного и системного предприятия в этом отношении. Мартин, вы успешно провели трансформацию, можно сказать, модели сотрудничества с одной стороны региона, с другой стороны университета, то, что мы называем в эпоху экономики знаний. Расскажите, пожалуйста, вот как вам удалось это сделать, как вам удалось пройти этот путь и каким результатом это привело. Спасибо. Я вам передам сейчас для того, чтобы перелистывать презентацию. Большое спасибо, Юрий. Спасибо, что представили меня. Я на самом деле физик, но люблю экономику. И за последние четыре года я наблюдаю за экономикой и вижу очень много изменений. Экономика становится глобальной, но не полностью. Становится цифровой, становится прорывной, становится плоской. И мы видим, что вдруг за последние три-четыре года появляются вот эти мегагорода. Сан-Франциско – один из моих любимых агломераций. Я немного работаю в Кремниевой долине, которая начиналась с маленьких городов – Стэнфорд, и Маунтан-Вью, и таким образом создалась Кремниевая долина. Но сегодня Сан-Франциско является городом, в который едут молодые, талантливые люди, предприниматели. Это большой город, не такой большой, как, может быть, Москва, но там мы видим что-то новое. Я недавно был в Убере, и это уже не просто компания, которая посвящена такси и машинам. Это айтишная компания, и там тысячи и тысячи людей. Тысячи и тысячи людей собираются в Сан-Франциско. И недавно я был в Нью-Йорке, и мне сказали, что 100 инкубаторов они основали за последние годы в Нью-Йорке. И это вот как раз основа новой экономики. И недавно я был также в Париже и посетил известную станцию «Ф». И президент Макрон вкладывает миллиарды в то, чтобы развивать агломерации, основанные на зданиях. И понятно, что также это становится финтеховским мегацентром. И многие едут в Лондон и организуют финтеховские компании там. Многое также происходит в сфере электронного здравоохранения. И я сюда включил и Москву. В Москве я не был 6-7 лет, и 6-7 лет назад я приезжал и думал вообще, что это такое. Наверное, лучше дома мне остаться, когда я приехал здесь, свой первый проект обсуждать. Но хочу сказать, что мегагорода – это новый феномен. Но давайте вернемся к земле. И расскажу вам о моем университете Кей-Ю-Лёвен в небольшом городке Лёвен на 100 тысяч жителей. И мы стали номером 5 в инновационных университетах мира. И номер 1 в Европе. Да, остальные цифры, можете не обращать на них внимания. У нас очень много исследователей, и мы много вкладываем в исследования 500 миллионов евро в год. И мы в небольшом городке миллиард в общем вкладываем в неокр. 20 лет назад, когда я вернулся в Лёвен, поскольку долго до этого я работал в Штатах, мне нужно было что-то сделать. И я такую вот брошюрку издал. Вот такая брошюрка. И вы видите, я вот этот грузик подвесил над Лёвеном. И я сказал, что это будет центр знаний и технологий в Европе. И все тогда смеялись и говорили, что Мартин Инул вообще безумец. Я сказал, посмотрим. И это было в 1998 году. И тогда мы говорили, что, конечно же, если мы будем делать исследования, нам необходимо подумать о доходности, возвратности на инвестиции, как мы обсуждали ранее. И мы говорили о том, что мы будем защищать нашу интеллектуальную собственность. И мы преуспели с большим количеством полученных патентов. И немножко истории хочу вам сказать. В 1366 году у нас была основана пивоварня в Лёвене. Сейчас крупнейшая пивоварня. И потом в 1939 году впервые в истории мы увидели коммерциализацию исследований. И то же самое и в MIT происходило, и в Стэнфорде. Мы в Лёвене до 1972 года жили, не коммерциализируя знания. Но в 1972 году решили, что нужно это сделать. Сразу это, конечно, не сработало. И потом в 1998 году мы вернулись к этому, а уже в 2012 году у нас было организовано 300 техкомпаний, инкубаторов много и большое количество исследований, центров знаний. Да, мы строим хай-теховскую индустрию. Мы строим кластеры в нанотехнологиях, в климптеке. И мы строим, действительно разрабатываем очень серьезные платформы, разрабатываем новые медицинские препараты. И мы разбираем молекулу, как только можем. И мы также масштабируем живую модель. И расскажу вам об Элате об этом. И если говорить о регионе и регионе экономики знаний, я наблюдаю очень внимательно за Москвой тоже. Есть ли здесь специальная порода предпринимателей? Есть ли средства? Есть ли рынок? Есть ли инфраструктура? Можем ли мы формировать кластеры, привлекать международные компании? Есть ли у нас сети? И будут ли правительства участвовать? И является ли регион привлекательным? Вот по этим параметрам я сужу. И по Лёвину могу сказать, что здесь все хорошо. Сотни миллионеров мы воспитали за это время. Это все исследователи. Это тоже важно. Это экосистема Лёвина. Вы видите К.Ю. Лёвин, университет, и МЭК. Это исследовательский центр, наш филиал. И у нас также есть офисы трансфера технологий. И мы в нашей сети связываемся с индустрией. 20 лет такого не было. Мы вообще не знали, что индустрия существует у нас. И у нас научные парки. Мы построили несколько научных парков, и мы связываемся с регионом. И делаем его очень богатым. Сотни миллионеров потом возвращают деньги, вливают деньги в этот регион. И GFF у нас есть, это старые ученые из Лёвина. Мы можем летать в Гонконг, в Нью-Йорк, в Лондон. Там все нас знают. В 2017 году у нас было 380 компаний, 150 спин-оффов из НИС, и у нас 8 миллиардов евро оборот, и мы создаем 16 тысяч рабочих мест. Это действительно то, что беспрецедентным является в Европе. Но мы решили, что это небольшая модель, и нужно ее масштабировать. И мы стали смотреть в направление Эйнховена, потрясающее место в Нидерландах, и в направление Аахена, потрясающее место в Германии. И если посмотреть на этот треугольник, мы называем его Эйлатом, вы даже не поверите, насколько этот треугольник богат в Нью-Йорк, в компаниях, в бизнесах, в университетах. Например, в Вайнховене первые шесть компаний, занимающихся Нью-Йорк, у них 3 миллиарда евро. У нас в Львене 1,3 миллиарда. Но если посмотреть на эту карту, можно прийти к заключению, что это самый процветающий регион в Европе. Мы здесь создали несколько кластеров. Это кластер по хай-тековским системам, материалам. И в центре вы видите не только Львен и ИМЭК, но WTA и Ахен. То есть ядро действительно феноменально по знаниям. Потом идет первый круг. Это то, что мы называем инновационными компаниями. И потом следующий цикл – смешанные инновационные компании. И далее сетевые компании. Это потрясающе мощные кластеры. А мы таких сделали три. Продемонстрирую вам потом несколько цифр. Вот пример этого треугольника. Уникальная компания СМЛ. Одна из лучших компаний в мире. Сегодня делают 9 миллиардов. 1,4 миллиарда в НИОКР. Вот машина, которую они построили. Уникальная машина. Эта машина идет и в НТЛ, и в ТМВНС. И здесь справа – это Ахен. Это источник, который 13,5 нанометров производит. И сотни человека-часов они потратили на то, чтобы разработать этот код. И стоимость машины – 125 миллионов евро. Это уникальная машина. Но это все благодаря треугольнику. Это невозможно было бы только в Лёвиной-Ляхине. Необходим вот этот треугольник. И, как я уже сказал, у нас три кластера – системы хай-тек, продукты питания и жизненные системы. Если посмотреть на количество рабочих мест, которые мы создали в хай-техских системах – 289, даже 300 тысяч сейчас. В продуктах питания – 189, в естественных науках – 42 тысячи рабочих мест. И, в общем, 520 тысяч рабочих мест, которые действительно принесут что-то в вашу экономику, создадут ценность. Я сегодня слушал вашего президента и мэра Москвы. Вам нужны рабочие места, которые будут давать ценность, добавленную стоимость нести. Я вам скажу даже, сколько этих рабочих мест вам нужно. Здесь, смотрите, 20 миллиардов плюс 9 миллиардов, получается 32 миллиарда. Поверите или нет, уже 40 миллиардов. 40 миллиардов – это доходность. А население в этом треугольнике – это 6 миллионов, половина Москвы, да? Активное население – 2,8 миллиона. И при этом мы создали полмиллиона рабочих мест, которые несут высокую добавочную стоимость. Это означает, что в Москве одно из пяти рабочих мест должно бы приносить высокую добавочную стоимость. А сейчас, что у вас, недостаточно. Но это уникально. И при этом мы не останавливаемся. Мы больше и больше нёкр в этот треугольник накачиваем. Мы хотим, чтобы у нас была одна из четырёх потом. И мы смотрим на Кремниевую долину. Там как раз одно из четырёх Кембридж в Великобритании, один из четырёх. Мы проводили расчёты. И если одно из четырёх рабочих мест будет нести высокую добавочную стоимость, то экономический рост будет повышаться дополнительно на 2%. И, предположим, экономический рост 3-4% – это достаточно тогда будет. Европа сейчас даже двух не достигает. А если ещё 2%, то это будет 5-6%. Это действительно очень высокий рост. Что вам нужно для того, чтобы достичь того, что мы достигли? Нужна критическая масса высококачественного и мультидисциплинарного исследования. Мы это сделали, объединив вот эти три города. Нужны базовые инструменты. Нужен капитал. Нужен посевной капитал. И я приезжал к вам в декабре и узнал, что у вас потрясающие, отличные лаборатории. Я помню физические лаборатории. Я на прошлой неделе был в IBM и говорил им о вас. И о той физике, которую я видел у вас с квантовым компьютером. То есть нужны лучшие лаборатории, инкубаторы, акселераторы и парки исследовательские. Это необходимо. Необходимо формировать кластеры. Мы это уже обсуждали перед началом круглого стола. И сейчас, если я слышу о Москве, я не знаю, посвящена она IT или естественным наукам или ещё чему-то. То есть вам нужно, чтобы о вас больше знали. А для этого вам нужны кластеры. Вам нужно привлекательную среду создать. Это место должно быть действительно притягательным для молодых людей, для компаний, таких как Google и другие. Вам необходимы эти международные компании. Если они не будут к вам идти, это будет означать, что вы что-то делаете не так. Но если о вас будут знать, если у вас будут лучшие люди, они все придут. И обязательно надо строить лучшие международные сети. Невозможно ничего достичь в одной Москве или объединившись только с Санкт-Петербургом. Нужно строить международную сеть. Вот это то, что я хотела вам рассказать о Довине, о нашей небольшой модели ЭЛАТа. Конечно, дополнительно 2-3% экономического роста и Москве, и России бы точно не помешали. Может быть, есть какие-то вопросы из зала к Мартину? Хорошо, спасибо. Значит, уважаемая Левтина Анатольевна, МИСИС, Национальный исследовательский технологический университет, очень быстро и эффективно развивается в последние годы. Как я упоминал в самом начале, участвует в программе повышения конкурентоспособности, занимает лидирующие позиции и также достаточно эффективно реализует ряд проектов вместе с городом. Расскажите, пожалуйста, как проходит это взаимодействие, в чем основные преимущества университета в центре города и, так сказать, университета, развивающийся на базе городской инфраструктуры. Спасибо, Юрий. Включите, пожалуйста, презентацию. Несколько слов об университете. Мы в этом году отмечаем свои первые 100 лет, и за это время за плечами коллектива НИТУМИСИС в разные годы стоят действительно инновационные проекты, прекрасные образовательные и научные проекты, целые методические научные школы. И для нас это, конечно, сегодня вызов для того, чтобы идти вперед, основываясь на тех традициях, которые были заложены до нас. Опираясь на основы классического образования, наш университет является динамично развивающимся инновационным научно-образовательным центром страны. И, конечно же, университет старается концентрироваться на тех областях, которые для него являются прежде всего приоритетными, и второе, то, что у нас действительно хорошо получается. Сейчас ни одной национальной задачи или задачи глобального масштаба невозможно решить в одной профессиональной или научной плоскости. И поэтому междисциплинарное, методисциплинарное сотрудничество, участие в коллаборациях мирового уровня, проектах уровня Мегасайенс – это крайне важно для университета. Поэтому, уточняя нашу научную повестку, мы сформулировали несколько направлений взаимосвязанных прорывных научных исследований. Это прежде всего энергия будущего, качество жизни, зеленая технология, хай-тек Москва и квантовая технология. Кстати сказать, в рамках проведенных исследований в разных университетах мира, а также форсайта MIT, было отмечено, что квантовые технологии в ближайшее время будут развиваться максимально. И мы, предвидя это, создаем на базе нашего университета действительно квантовый центр мирового уровня. В фокусе наших ученых и ректората университета – это создание современной учебно-научной инфраструктуры и условий для проведения исследований мирового уровня. И именно это дало нам возможность не только повысить количество и качество исследований, но и как следствие увеличить публикационную активность наших ученых. И самое приятное здесь отметить то, что за последние пять лет цитируемость, то есть востребованность результата в исследовании наших ученых возросла почти в 15 раз. Но университету это необходимо, если наши исследования, результаты дальше продвигаются, становясь инновационными проектами и позволяя делать страну, город, а может быть мир, лучше и конкурентоспособнее. Мир меняют люди. И поэтому мы в университете стараемся создать центр притяжения талантов, лучших студентов и исследований России и мира. В 2012 году в нашем университете мы разработали программу профессиональной навигации, которая рассчитана на работу со школьниками Москвы и Московской области, со школьниками всех регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. Реализация этой программы позволила нам привлечь в университет действительно талантливых, ярких, целеустремленных, хорошо подготовленных студентов. Несколько сухих цифр. Приемная кампания 2012 года дала нам средний балл ЕГЭ 67,3 балла. По результатам приемной кампании 2017 года этот балл увеличился до 82,7. Это означает, другими словами, что наш университет с каждым годом выбирает все более подготовленные, мотивированные молодые люди. Каждый третий выпускник школы, который стал первокурсником в прошлом году, имеет аттестат школьный с отличием. Более половины наших первокурсников имеют балл ЕГЭ 260 по трем предметам и выше. Конечно же, для таких студентов необходимо подготовить и ту среду, в которой они смогут не только освоить профессию, но и познакомиться с миром науки. И программа повышения конкурентоспособности, о которой сегодня уже упоминал Юрий, нам очень в этом помогает, потому как у нас появляется возможность создавать новые яркие исследовательские проекты. И вот в результате открытых международных конкурсов к нам приезжают не только молодые, подающие надежды ученые, но и действительно профессионалы в своей области. Лучшие среди которых, вот вы видите на слайде, у нас одной из лабораторий возглавляет ученый Акихиса Иное из Японии, индекс Хирша, у которого 115. Вы видите, Дмитрий Гольберг, выпускник МИСИС, раньше, сейчас он у нас преподает и возглавляет лабораторию по гибридным материалам. Он входит в топ-100 самых цитируемых материалов мира. А Сергей Морозов по результатам прошлого года в списке самых цитируемых ученых России. И, конечно же, это прежде всего новые возможности для наших студентов, которые могут участвовать в научно-исследовательских проектах и учиться у лучших профессионалов в своей области. Конечно, рейтинги. Они для нас важны, но, тем не менее, нужно помнить, что это всего лишь комплексная оценка в определенный период времени. Но, тем не менее, это сигнал мировому академическому сообществу, что здесь можно проводить исследования мирового уровня. И мы достаточно хорошо продвигаемся в этом направлении. Дело в том, что до 2014 года мы не присутствовали ни в одном международном рейтинге, предметном или институциональном. И в 2014-м впервые вошли в число лучших университетов мира. С тех пор показываю одну из лучших положительных динамик в стране и мире. Только шесть университетов России входят в топ-100 предметных рейтингов в два или больше своих направлений. Вот НИТУМИСИС в топ-30. Мы занимаем 30-ю позицию в мире по версии рейтинга QS по направлению горное дело, инжиниринг. И в топ-100 входим по направлению металлургия. Предметом нашей гордости является и тот факт, что мы являемся университетом номер два в России в области материаловедения, а в мире мы пока на позиции 201+. Но и, конечно же, университет создан для студентов. К нам приходят молодые люди в возрасте 17-18 лет, и нам крайне важно помочь им определиться с профессиональным выбором. Дело в том, что много лет назад, когда еще учились мы, можно было однажды получить хорошее качественное образование и затем всю жизнь конвертировать его в опыт. Сейчас мир настолько быстро меняется, что необходимо учиться постоянно. И нам важно, чтобы к нам приходили действительно молодые люди, способные к инновационному мышлению и готовые отвечать на технологические вызовы времени. Но и кроме тех научно-исследовательских лабораторий, о чем говорил сегодня в своем выступлении Мартин, он их посещал, знаком с нашими учеными, научно-образовательными инжиниринговыми центрами, Мы стараемся, чтобы о мире науки узнали как можно больше наших студентов, не только нашего университета, но и страны и мира. И поэтому мы стараемся те проекты, которые у нас получаются достаточно хорошо, выносить на уровень города, приглашая студентов из всех университетов, принять участие в них. Так, например, вот хакатон VisionHack, который мы проводили совместно с Cognitive Technology в рамках этого хакатона в течение 48 часов. Наши студенты, которые приехали к нам из 28 университетов России и мира, среди которых МГУ, МИТ, Кембридж, Пекинский университет, они действительно нашли решение на поставленные задачи нашими бизнес-партнерами. Кроме того, Maker Faire — это фестиваль мейкеров, который наш университет будет проводить уже в третий раз. И в этом году он пройдет именно в те даты, когда наш город, наша столица будет отмечать свой праздник, День города, в парке Горького. Пользуясь случаем, я приглашаю вас, приходите, принимайте участие в панельных дискуссиях, мастер-классах. Будет очень интересно. И этот интерес начинается вот у таких посетителей двух-трех лет и заканчивается достаточно почтенным возрастом. Мы этот форум проводим на базе нашей цифровой лаборатории FabLab. И с каждым годом все больше студентов и взрослых людей, школьников изъявляют желание поучаствовать в этом проекте. Но и кроме того, в этом году мы сделали некий пилот. Мы работаем не только со школьниками, не только со студентами. У нас есть магистерская программа, первая разработанная в России в 2015 году по цифровому производству. И кроме того, мы распахнули свои двери для москвичей и гостей столицы. И каждый может свою идею воплотить в жизнь на нашей цифровой лаборатории. Ну и, конечно же, мы стараемся создавать двуязычную среду в нашем университете. Совместно с университетом Кембриджа мы разработали программу по углубленному изучению английского языка. И если наши студенты показывают достаточно высокий уровень, фактически они из университета уходят с двумя дипломами. Сейчас в университете обучаются студенты из всех регионов Российской Федерации и из 69 стран мира. По результатам рейтинга Times 2018 года мы заняли второе место по доле иностранных студентов. Это сейчас 24%. Ну и, конечно, те лучшие практики, которые нам удается создать в рамках университета, мы стараемся вывести в область сотрудничества с бизнесом, а также обобщить и поделиться этим опытом на крупнейших интересных научных и образовательных площадках. Так, например, в нашем кампусе «Дом коммуны» — это памятник истории, архитектуры. Я тоже приглашаю вас туда. Да, мы создали вместе с ВЭБом Центр блокчейн-технологий. 1 декабря прошлого года было открытие, и практически каждый день у нас идёт там та или иная программа, рассчитанная прежде всего на талантливых студентов и школьников столицы. Кроме того, с правительством Москвы мы реализуем ряд проектов, например, «Университет детей», «Университетские субботы» или «Инженерные классы». В 2015 году мы начинали этот проект, и у нас было в партнёрах 9 школ, сейчас их 35 и ещё 16 заявок. И, конечно же, мы стараемся рассказать об этих проектах академическому сообществу России и мира. И вот один из таких проектов – площадка, крупнейшая в Европе конференция в области новых образовательных технологий. В этом году эта конференция пройдёт уже в пятый раз. Также приглашаю принять участие в работе конференции. Это будет 1-2 октября. И, кроме того, два дня предей на базе площадки нашего университета. Как я уже говорила, университет – это люди. И к нам приходят дети, которые должны определиться с профессиональным выбором в 17-18 лет. И в зависимости от образовательной траектории, которую они выбирают, в университете они проводят от 4 до 10 лет. И поэтому наша задача – создать креативную творческую среду, экосистему, если хотите, которая позволит не только получить профессиональные знания, навыки, компетенции, не только познакомиться с миром науки, но и максимально развить те способности и таланты, которые есть практически в каждом человеке, а тем более у тех студентов, которые приходят поступать уже в университет. И следующий шаг в этом году мы делаем формирование открытого научно-образовательного пространства – это совместный проект с парком Горького и музеем «Гараж». Дело в том, что буквально в конце этого лета будет восстановлен исторический проход, проезд в парк Горького из нашего университета. Мы действительно, формируя открытую среду, не только распахиваем свои двери для новых проектов, других участников как бизнеса, так и академической среды, но и на самом деле убираем заборы для того, чтобы сделать единое пространство университета и города. Дело в том, что мы сейчас сотрудничаем с 1609 предприятий бизнес-сообщества России и мира, со многими университетами России и мира. И у каждого университета, у каждого предприятия есть свои конкурентные преимущества, сильные стороны. Объединяя усилия, мы создаем новые возможности для наших студентов. И поэтому, конечно же, и дальше мы будем стараться все эти проекты развивать для того, чтобы наших детей сегодняшних, которые завтра придут в жизнь и будут принимать управленческие решения, максимально подготовить к той взрослой жизни. Спасибо. Спасибо, Александр Анатольевна. Очень интересно. Мне кажется, действительно, МИСИС – очень хороший пример университета московского, очень динамично развивающегося, находящегося в центре города. Явно есть целый ряд проектов во взаимодействии с городом, можно сказать, с городскими властями, с администрацией. Общее городское пространство с парком Горького, конечно, это очень сильный ход, явно будет привлекать и молодежь, и студентов, и так далее. Фаблаб, Мейкерфэр. Но в целом, наверное, можно сказать, все равно вот эти проекты, они выглядят относительно точечными со стороны городской администрации. И, Константин Исакович, хотел бы вот к вам, так сказать, перейти, задать вопрос. Необходимым условием для появления или становления университета международного уровня в целом является вот такое появление квалифицированного в кавычках заказчика, который бы имел умные деньги, которые, так сказать, бы вкладывались в университет. Опять-таки, возвращаясь к программе 5.100, наверное, можно сказать, что это хороший пример такого квалифицированного умного заказчика, понимающего зачем и как он развивает университеты. Вот с вашей точки зрения, должен ли город быть подобным заказчиком для развития университетской среды и университетов? Да. Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, точнее, короткий ответ. Да, должен. А более длинный. Я начну с такого тривиального наблюдения, что университет в городе или несколько университетов в городе это такой системообразующий элемент. И дело даже не в том, что в Москве значительный процент населения это либо студенты, либо сотрудники, сотрудники вузов. Но надо понимать, что московские университеты, вот ведущие московские университеты, это главный канал увеличения человеческого капитала в Москве. Причем надо понимать, что этот канал увеличения действует не только и даже не столько через обучение людей в университеты, сколько через привлечение людей в Москву. Вот если посмотреть, как увеличивается год от года человеческий капитал в Москве, то главный канал этого – это то, что каждый год сотни тысяч самых талантливых ребят со всей страны приезжает учиться в московских вузах. И вот этот элемент, говоря о роли университета в жизни города, его никогда не надо забывать. Это не просто места, это то место, куда приезжают со всей страны, пройдя огромные ситы отбора. А профессионалы образования знают, что отбор – это не менее важная часть создания добавленной стоимости в образовании, чем непосредственно обучение. Вот этот продукт отбора прибавляется в Москве, причем это прибавляется в самой лучшей и в самом подходящем для развития образа, возрасте. Значит, вот Мартин показал карту, на которой было пять очень важных городов для образования в мире, и поставил Москву. Хочу сказать, что с точки зрения прагматической есть некоторая принципиальная разница. Ни Лондон, ни Чикаго, ни Бостон, ни Сан-Франциско, ни Нью-Йорк, ни Цюрих, никакая образовательная столица мира не является для большинства учащихся там конечной точкой. Люди приезжают туда со всего мира или со всей страны, и люди оттуда уезжают во весь мир или во всю страну. Даже в Британии, Британия это лондоноцентристская страна, но даже в Британии нет такого, чтобы люди на всю жизнь собирались в одно место. В России ситуация другая. Большинство людей приезжает в Москву, чтобы навсегда в ней остаться, даже если не всем это удается. Соответственно, это задает московским университетам большое конкурентное преимущество, и это же создает трудность, потому что для того, чтобы стать образовательной столицей мира, для того, чтобы играть в высшие лиги мирового образования, нужно быть именно тем местом, куда будут приезжать, учиться и уезжать дальше по всему миру. В то же время это, мне кажется, очень хорошо задает в каком-то смысле конечную, может быть, недостижимую, как горизонт, цель. Вот московские университеты будут тогда сильны, когда мы будем видеть такой поток. Не только на отдельные специальности в МИСИС или в МГУ в тех местах, где у нас традиционно очень сильные позиции, а когда мы будем видеть текущий поток. 50 тысяч студентов со всего мира будут приезжать, и мы будем видеть исходящий поток, и они будут работать по всему миру. Соответственно, сейчас в Москве есть такая ситуация. Я бы сказал, что у нас в Москве есть один-полтора университета международного уровня, но надо понимать, что этот университет по факультетам распределен по разным университетам. То есть если мы возьмем физику и химию из МГУ, физику и математику из физтеха, математику и общественные науки из ФШ и РЭШ, материаловедение, и для меня, для специалистов общественного наука, математику и телевидение включает горное дело, и вот все, о чем говорила Левтина Анатольевна, из МИСИС плюс гуманитарные программы, из РАНХИКС и РГГУ, и мне еще откуда-то нужно будет взять биомедицину, скажем, из институтов РАН, вот тогда мы получим полноценный университет. Это полтора университета, потому что физиков на самом деле больше, чем нужно на один университет. Одновременно реальность состоит в том, что в городе больше ста университетов, у которых разные функции есть университеты, как МГУ, МИСИС, Вышка, МФТИ, которые борются на переднем фронте, играют в высшие лиги российского образования, есть много вузов, у которых совершенно другая функция. Соответственно, для города очень важная часть политики это расстановка приоритетов. То есть не только то, какие нам нужны самые лучшие университеты, а сколько нам нужно каких университетов, сколько конкурирующих на одном уровне, сколько на другом, сколько на третьем. Это очень сложный вопрос. Для футбола это сложный вопрос, сколько нужно городу команд, а образование бесконечно сложнее. Тем не менее, эта иерархизация – это совершенно необходимая вещь. Проблема осложняется тем, что в университетах очень трудно оценивать результаты. Университет – это не фирма, он не должен производить прибыль, и опасно оценивать по прибыли. В то же время невозможно что-то поддерживать для города, если нет четких показателей, на которые можно опираться. Мы видели на примере программы 5.100, а это исключительно успешная программа, это программа, которая действительно очень сильно помогла российскому высшему образованию, в каком-то смысле стала локомотивом на целое десятилетие развития высшего образования. Но и примеров для тех, кто в этом разбирается, достаточно, как механическое задание количественных показателей привело к качественному искажению стимулов у многих университетов. Мы создали целую индустрию фальшивых журналов и много чего другого. Соответственно, если заниматься поддержкой, то нужно очень сильно опираться на бенчмаркинг, то есть сравнение с университетами в других странах, очень сильно опираться на пиер-ревью и никогда не жалеть денег на то, чтобы иметь такое комплексное сравнение с тем, что от нас не зависит. Тем не менее, я считаю, что есть и довольно общие меры общегородской политики, которые помогли бы развитию университетов вообще. В частности, для Москвы, для города с большим количеством университетов и большим количеством вузов, которые поддерживаются и федеральным, и городским правительством, я считаю, что нужна поддержка стимулирования академической мобильности. А переводя на более доступный язык, нужно заставлять университеты нанимать выпускников других университетов. Или, переводя еще в более прагматическую плоскость, запрещать нанимать сразу своих выпускников. То есть, если университет выпускает аспиранта, он не должен иметь возможность нанимать его в качестве преподавателя, потому что это будет создание внешнего контроля качества. Такая политика проводится на федеральном уровне в Германии, то есть не то, что это очень экзотическое предложение. Значит, еще я считаю, что важный момент, где московское правительство должно было бы поддерживать конкуренцию в институциональной среде, это следить за тем, чтобы вузы честно конкурировали за московских школьников. Московские школьники — это огромный запас таланта, и вузы за них очень сильно конкурируют. Но есть правильная конкуренция, полезная для города конкуренция — это когда вузы создают более хорошие программы, рассказывают всем, и школьники сами выбирают. Есть плохая конкуренция, когда вузы отбирают семиклассников и потом держат их в школе при своем вузе, не дают никому рассказывать, какие есть другие хорошие альтернативы, и таким образом немного закрепощают школьников. Я могу сказать, что лицей Высшей Школы Экономики — это очень большая средняя школа, в нем учатся тысячи школьников. Но я специально проверил, уточнив у директора лицея, что любой другой вуз, если кому-то хочется прийти к школьникам в лицеевше и рассказать, какой у них хороший вуз, то, конечно, это будут только приветствовать, и на это не будет никаких ограничений. Я помню, когда я сам руководил образовательной программой очень хорошей, то не все вузы были так открыты к другим. Но в целом это должна быть политика города, что вузы должны конкурировать за школьников и честными методами. Наконец, еще одна последняя мера, про которую я хотел поговорить, о поддержке университетов со стороны города, это использование большего числа академических исследований в своей повседневной работе. Потому что город — это огромный механизм, он осуществляет огромное количество дорогостоящих проектов. И всякий раз, когда экспертиза ученых может пригодиться для этого, это, в принципе, очень полезный источник спроса. Но я могу сказать, что по опыту Чикагского университета, в котором я работаю большую часть года, он очень тесно работает с городом Чикаго, вот в тех областях, в которых мой факультет работает, например, в анализе муниципальных финансов и в анализе преступности. Это у нас важная тема. Причем этот анализ преступности — это не написание статей про преступность. Это прямо разработка тех алгоритмов, которые полиция использует, размещая машины, которые используют данные с камер слежения и прямо в реальном времени размещают полицейские машины по окрестным микрорайонам. Но другое свойство этого, что университет это делает абсолютно в условиях конкуренции. То есть город Чикаго, когда это заказывает, он не говорит, что мы это закажем обязательно одному из чикагских университетов. И Стэнфорд, и Гарвард, и Нью-Йоркский университет могут точно так же конкурировать за эту помощь. И, например, Чикагский университет в области анализа преступности и разработки алгоритмов борьбы с преступностью, он является поставщиком и Нью-Йоркской мэрии, и Бостонской мэрии, потому что у нас такой опыт борьбы с преступностью, что он годится везде. Урок здесь в том, что очень важен спрос, но так же важно, чтобы за этот спрос была настоящая конкуренция. Спасибо большое, Константин Исаакович. Очень интересные выводы. Мне понравился Ваш вывод про полтора университета международного уровня в Москве. Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Формально, наверное, можно сказать, что МГУ, конечно, у нас входит в сотню мировых рейтингов всех, по-моему. Если добавить наше вышкинское обществоведение, где-то еще взять биомедицину и материалы из МИСИС. Есть еще другие ведущие вузы, МИСИС и МФТИ, у которых есть сильные факультеты, и, конечно, они могут считаться мирового уровня, но вопрос заключается в том, этого достаточно, Вы думаете, для современного мегаполиса, вот эти, так сказать, один, полтора и так далее, или все-таки город должен предпринимать какие-то системные усилия для того, чтобы их было больше? Я бы сказал так. Я аккуратно использовал слова международного уровня. Это хорошо, но это не значит, что мы конкурируем с Чикаго, Лондоном, Бостоном, Сан-Франциско. Там университеты гораздо более сильные. Но я бы сказал, что, на мой взгляд, вот сейчас развитие университетов в Москве, оно недостаточно по сравнению с амбициями Москвы. У Москвы во многих других отношениях, там, по развитию инфраструктуры, по развитию, там, не знаю, пространства, по стадионам, она находится на более мировом уровне, чем университеты. Абсолютно с вами согласен. Мы приходим к таким же выводам. И хотел бы, наверное, здесь вернуться к доктору Мартину Хинулу. Расскажите, пожалуйста, факторы успеха, за счет чего вам удалось создать вот этот вот инновационно-университетский кластер и добиться тех цифр, про которые вы говорили. Это, конечно, выдающееся достижение. Миллиарды долларов, евро в виде возврата на инвестиции. Полмиллиона, да, 500 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, то, что вы называете high-valued рабочих мест. Это, несомненно, то, чего не хватает и Москве тоже, но и другим российским регионам. В чем был подход? В чем фактор успеха? Как я уже говорил, это очень старый университет, но мы начали думать о коммерциализации исследований и создании ценностей не так давно. И многим преподавателям, профессорам это очень не понравилось. И это было понятно, потому что они ученые, да, они хотели лучшие публикации делать, участвовать в лучших конференциях, а не о коммерциализации думать. И в 2008 году, как я говорил, до этого я жил в Штатах, а потом уехал из этой страны. И в последние годы мои хорошие чувства по отношению к этой стране немножко поуменьшились. Но, тем не менее, в 1998 году у нас был ректор Андрей Острин, и его можно было любить и ненавидеть. И я жил в Вашингтоне, и он мне сказал тогда, мы будем коммерциализировать это потрясающее место, Лёвин. Там очень много хороших исследований, но мы не видим спин-оффы, не видим патенты, не видим контракты. И я стал думать, вообще, зачем мне возвращаться в мою Alma Mater? Но потом в итоге я принял решение. Но перед этим я позвонил ему и сказал, Андрей, мой дорогой друг, я хотел бы вернуться, но при этом у тебя есть определенные деньги в банке, но не нужно это мне на зарплату, это нужно вкладывать в стартапы. И он мне перезвонил и сказал, у меня 25 миллионов евро в банке. В американской терминологии это ноль. А для нас это было фантастично. И я поехал обратно, вернулся, и первые ребята, которые стали к нам приходить, мы вложили в них деньги и так далее, и тому подобное. Но что было более важно, это то, что Андрей говорил. Ребята, если это прикладные исследования, я хочу видеть возвратность на инвестиции, как вы говорите. Хочу видеть спин-оффы, патенты. Если нет, мы закрываем дверь. И, соответственно, эти ребята почувствовали это, почувствовали, что они должны основывать стартапы, получать патенты и так далее. И вот мы были, такая небольшая команда, и мы сидели, я сидел за пустым столом и с ними думал, что же нам делать, потому что он хочет вот эту доходность. И самое важное, что мы сделали, как мне кажется, мы сделали так, чтобы эти лучшие исследователи и инженеры получили осознание того, что они могут это сделать. Вот эта осознанность, это самое важное. Да, ректор сказал, что нужна доходность, а мы сказали, что нам нужно сделать так, чтобы эти люди поняли, почувствовали, что они это могут. И мы попробовали разные вещи, но самое важное было то, что мы могли сказать этим инженерам, ученым, исследователям, мы даем вам хорошую систему стимулирования. Приведу простой пример. Мы разработали полностью вот эту систему стимулирования. Например, берешь патент, потрясающе, выводишь продукт на мировой рынок, и это мы делали много раз и по TPA, например, мы это в Калифорнию, Genetec, отвезли и разработали многомиллиардный продукт и получили 5% роялти с сотен миллионов. Получается, профессор разрабатывает молекулу и говорит, а что для меня в этом? И мы на бумаге изложили, что он получит 40% с первых 5 миллионов. И вдруг получается, этот профессор становится миллионером в евро, не в рублях. И дальше получаешь 30% со следующих 5 миллионов и так далее, и тому подобное. И таким образом мы очень хорошо как раз могли дать понять этим людям, что они могут сделать и какие они стимулы получают. Если у них патенты, они получают то-то, если они контрактные исследования организуют, в конце года 50% профессор получает денег в банке. В свой карман просто. И, соответственно, надо им сказать, сделать это, дать им понять, что они это могут сделать, и создать систему стимулирования. И тогда все удастся, и будут истории успеха. Мы называем это «примеры для подражания». И профессор Флорида, его здесь нет, но он потрясающие книги пишет по инновациям. Действительно потрясающие. И для нас то, что есть наиболее сильное, это вот эти примеры для подражания. Это вот эти ребята, которые, может быть, терпели поражение, преуспели. Но это реальные люди, для которых можно докоснуться, почувствовать их, послушать их. И у нас так много историй успеха, что вообще сложно поверить. Алевтина Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот развитие инновационного пояса вокруг университета, это действительно сейчас одна из основных задач. И вашего университета, и других, и в том числе участвующих в программе 5.100. А вот у вас есть примеры таких ролевых моделей, про которые говорит Мартин, когда вместе с университетом создаются стартапы, и профессора фактически становятся предпринимателями, так сказать, развивают какие-то технологические идеи? Да, спасибо за вопрос, Юрий. Дело в том, что то, что я увидела в университете Лёвина, когда мы его посещали, это просто космос. Мы только в начале этого пути. Потому что у них сотни таких историй успеха, сотни малых инновационных предприятий, в нашем понимании, которые уже добились действительно успехов. Но мы, тем не менее, воспринимаем эту задачу как вызовы, как возможности и для университета, и прежде всего для наших студентов. Да, конечно, мы только делаем первые шаги. И на сегодня у нас чуть больше 30 малых инновационных предприятий. Часть из них очень успешна, а часть, в общем-то, пока находит свой путь. Но, вы знаете, мне очень нравится, когда есть возможности у наших молодых людей, у наших студентов. Только вчера они сидели за партой, а сегодня они вместе с профессором решают какую-то большую задачу. Приведу пример. У нас их несколько десятков таких примеров. Но вот я очень люблю наше малоинновационное предприятие, Корфидов Лаб, где наши два вчерашних магистранта, еще будучи студентами, они участвовали в научных проектах. И, например, я думаю, что здесь в зале многие помнят Олимпиаду, зимнюю, и факел, который на Олимпиаде присутствовал, был разработан в МИСИС. И вот математическую модель для этого факела считали эти мальчишки из конструкторского бюро. А дальше они, вот один из них, Дима Васильев, он учился параллельно в Скултехе, и потом поехал в МАЙТИ обучаться на год. И когда он вернулся, я у него спросил, Дим, тебе было достаточно тех знаний, которые ты получил в нашем университете? Он говорит, да, вполне. Я говорю, а как вот сессии, потому что ведь нельзя пересдавать. Он говорит, не сдать нереально, если ты учишься в течение семестра. Я спросила у него, а какое твое самое яркое впечатление человеческое? Он сказал, что, знаете, когда я сдал великолепно какой-то зачёт или экзамен, то профессор, который принимал этот зачёт, он его пригласил на футбол, потому что русские мальчишки одержимы футболом. И вот это стирание границы между преподавателем и студентом, эта возможность учиться у лучших и делать единую какую-то задачу большую, это дало ему возможность идти дальше по жизни достаточно смело. И вы знаете, они работают совсем немного у нас, но если вы помните, есть такой шприц для людей, которые не имеют медицинских навыков, они дают возможность сделать инъекцию в любых условиях. Это разработка, которая уже внедрена в производство нашей столицы и России. Наши мальчики Корфи Даблаб сделали. Кроме того, они сделали кофемашину для автомобилей. Я уж не знаю, насколько это важно, но им было это интересно, и это тоже инновация, которая внедрена в жизнь. А есть еще у нас, знаете, из материаловедения, вот Константин сегодня говорил, нужно развивать биомедицину. И это не административное решение было у университета. Оно родилось, наверное, по инициативе наших ученых и тех студентов, которые, постдоков, которые приехали в наш университет. Это очень перспективное и успешное в нашем университете, хотя и очень молодое направление. И у нас уже есть малое инновационное предприятие, которое работает в этой сфере, и у них тоже есть результаты. Но мы увидим действительно качественное изменение, в том числе и в городе, и в России, ну и, конечно же, прежде всего, в университете, когда эта критическая масса будет большой. А для этого нам сегодня необходимо создавать те условия, которые сегодняшним, может быть, школьникам позволят через 5-6 лет стать действительно инноваторами и менять мир к лучшему. Спасибо. То есть, действительно, уже ролевые модели появляются, и, так сказать, их можно брать в качестве примеров и развиваться по их подобию. Константин Исакович, а вот Вы что думаете по этому поводу? Что не хватает российским университетам, чтобы вокруг себя эффективно создавать вот этот вот инновационный пояс стартапов, предприятий? Вот то, что я услышал от Мартина, что деньги нужны, но речь была не про миллиарды долларов, говорилось, что, так сказать, вот 25 миллионов евро, видимо, или там, так сказать, доллар хватило для первоначального толчка. И гораздо большее значение имеет вот это вот качественное, да, какое-то взаимодействие. Что Вы думаете по этому поводу? Я не знаю, насколько Вы хотите услышать, что, в принципе, у нас тяжёлое наследие, что всё-таки надо понимать, что и Кремниевая долина в США, и долина вокруг Бостона, и вот эта долина в сердце Европы, это, в частности, опирается на то, что есть очень много людей, которые хотят иметь собственное дело и хотят заниматься инновациями. В России, в частности, меньше людей хотят заниматься своими собственными делами, больше людей хочет работать либо в госсектор, либо в крупных фирмах, и, соответственно, для университетов это тоже проблема. Я, например, не уверен, что у нас реально большие проблемы именно с полным отсутствием финансирования. Мне кажется, что финансирование – это есть возможность получить, а вот с хорошими проектами есть сложности, поэтому ролевые модели, они очень-очень нужны, поэтому не зря все так восхищаются Дмитрием Зиминым из старшего поколения, который напрямую превратил свою инженерную экспертизу в миллиардное состояние, или Евгением Чичваркиным, пока он не сбежал в Лондон. Ну, как бы, что сказать, ролевых моделей не хватает. Лучше, когда оно есть, нужно максимально их раскручивать, и ими восхищаться, когда они есть, и даже когда успехи сначала небольшие. А может быть, действительно, разница в культуре и менталитете существует между Россией и Москвой, включая и Западной Европой, и тем более Америкой. А может быть, университетам и программы каким-то образом уже адаптировать, включить соответствующие курсы предпринимательства. Сейчас это происходит, достаточно ли? Смотрите, во-первых, университеты, конечно же, и являются очень в большой степени проводниками культуры мыслить самостоятельно, мыслить современно, держать глаза открытыми. Например, вот то, что я сказал про тяжелое наследие, у нас и про ученых, можно сказать, довольно тяжелое наследие. Наследие состоит в том, что многие замечательные ученые 50 лет назад публиковались в институтских сборниках и не думали о том, что когда ты пишешь статью, ты еще должен сделать так, чтобы коллеги об этом узнали, и чтобы тебя процитировали. Тем не менее, российские ученые научились это и учатся семимильными шагами. У нас долгое время, скажем, десятилетие, цитируемость была, грубо говоря, ниже научных достижений. Международная признанность, даже в отраслях, где у нас очень много сделано, они были ниже, чем полагалось. Но сейчас это стремительно выравнивается. Сейчас уже нельзя сказать, что у нас есть какие-то недоцитированные гении. А там 20 лет назад легко можно было показать людей, которые сделали очень большие открытия, но их никто не цитирует, потому что они опубликовались с ставленными от руки формулами на институтском ротопринте. Но и в этом смысле университеты уже сейчас являются проводником. И, конечно, еще будут. У меня нет вот такого большого энтузиазма по поводу курсов предпринимательства, потому что вообще нет такого закона, что лучший способ выучиться самостоятельности – это прослушать курс «Основу самостоятельности». Ты учишься предпринимательству, когда ты учишь историю мировой культуры. Это когда все, что учит открытости, все, что учит взаимодействие с внешним миром, все, что требуют, те курсы, которые требуют быстрой адаптации недавно полученного знания, это все в том числе учит и предпринимательство. — Спасибо. Ну и, наверное, завершающий вопрос доктору Хинууу. Может успех Левинского университета, ну в кавычках, быть повторен в Москве или в России, и сколько времени это заняло бы с вашей точки зрения? Конечно, не говоря точно про те цифры, которые вы говорили, но в целом стратегически достичь подобных успехов нам возможно. И сколько на это нужно времени, как вы считаете? Конечно, вы должны верить, если вы скажете мне «да». Но когда я вернулся в Левин 20 лет назад, и у нас было обсуждение вопроса с компанией «Филлипс», почему вы возвращаетесь в Европу? У вас группа, которая всегда скажет «да», но очень важно то, что вы должны верить, что вы хотите достичь. И да, знаете, я ненавижу их. Это «да» или «нет». Не говорите «да», да потом не говорите «давайте 10 причин, почему вы не должны это сделать». Вы должны это сделать. И, знаете, здесь я просто считаю, что новая экономика, в которой мы сейчас находимся, она управляется знаниями. Знаете, не стоит даже обсуждать. Мы не будем разрешаться к сборке автомобилей, либо производить вещи, шить одежду. Я уверен, что Россия знает это действительно очень хорошо. Я слушал вашего президента сегодня, я слушал мэра Москвы, Собянина, и вы чётко приняли решение о том, что вы будете вовлекаться в экономию знаний. И экономия знаний – это около 2,3 триллиона из 75 триллионов ВВП на неокоры. Это очень большое количество денег. Но хорошая новость – это то, что есть определённые долины, это Кремниевая долина, Бостон, Техас, Лёвен, Эллад. И вы хотите находиться в рамках этой игры. Москва, вы можете это сделать. Я уверен в этом. Последние 7 лет, которые я посещаю Москву, огромный прогресс был достигнут в рамках развития города. Поэтому наличие желания всегда. Деньги не всегда являются главным вопросом. Деньги у вас есть. Вы можете это сделать. Как вы сказали, есть огромное количество талантов. Не хватает немного вещей для механизма. Я скажу, что релевые модели. Когда у вас есть несколько релевых моделей, знаете, небо – это не предел. Я считаю, что Москва может стать этим мега-городом. И экономика, которая будет основываться на знаниях. Я на 100% уверен в этом. Насколько это уйдёт? Вот ваш вопрос в этом заключался. Я не решусь отвечать, потому что все убегут из комнаты тогда. Давайте по Левину посмотрим. В течение первых пяти лет в 1980 году, когда это произошло, вот всё, что я рассказывал, около пяти лет ушло на то, чтобы получить серьёзное ядро. Мы знали тогда, что, знаете, вы уже в Москве были. Около пяти лет ушло на то, чтобы создать этот известный кластер. Теперь у нас было экономическое понимание, как это всё будет реализовано. Затем 20 лет нам и у нас крупнейшие наши мировые компании. 20 лет – это ответ. 20 лет – это достаточно большой период времени. Хотелось бы, конечно, чтобы это было быстрее. А я, наоборот, оптимистично подумал так скоро, 20 лет – это же буквально завтра. 20 лет вы сделаете огромное количество вещей, пока будет реализовываться проезд. Я думаю и смотрю на Москву, на Россию в определённом ключе. Вас испортило нефть и газ. Это ваша проблема. Понимаете, в 2011 году Медведев и Путин сказали, что нам нужно оказаться от нефтяной иглы, нам нужно переходить на экономику, основанную на знаниях. Но на это уйдёт время для того, чтобы привыкнуть к этой идее. И когда это всё будет развиваться, что вам нужно в России, непосредственно в Москве. Это компании подобные, которые у нас развиваются в Европе. Intel, Siemens, Philips, конечно, Rosatom. Вам немного нужно отодвинуть их в сторону. Но вы пытаетесь развивать компании, которые будут развивать технологии. На это уходит некоторое время, поверьте мне. Некоторые из них, конечно, уже здесь. Вопрос масштаба их присутствия, так скажем. Ну, хорошо, уважаемые коллеги, может быть, из-за аудитории есть какие-то вопросы участникам? Так, да, пожалуйста, можно? Я хотел бы добавить, у нас статистическая сессия посвящена отношению мегаполиса и университета. Так вот, у нас основная проблема в том, что низкий спрос на инновации. У меня есть просто конкретный пример. Я директор инновационной компании «Сфера», которая продвигает энергосберегающие технологии. МИИД готовит уже более 10 лет специалистов по технологии, которые у нас сейчас входят в перечень инновационных программ. Города, но она не внедряется, ее просто блокируют за счет лоббизма наших корпораций. И когда мы это преодолеем, мы много говорим, но мало что делаем. Когда мы это сделаем, каждый институт сможет не 10 или 20 иметь компаний, а развивать, у них есть технологии. Если мы не будем их вывозить за рубеж, потому что по нашей технологии в Японии производится точно такой продукт. Мы можем его из Японии привезти или произвести сами. И они в Америку тоже возят на выставку. Называется ФИДО, это гель для смазок. Увеличивает ресурсы. То есть нам нужно университетам помочь, чтобы их внутреннее… Причем в Митрополитене это было произведено. Мне кажется, как раз Константин Исакович именно про это говорил, что со стороны города необходим заказ на инновации. Именно мы, наверное, все с этим согласны. Это действительно большое… Я, может быть, даже мог бы и обобщить это, потому что инновация выглядит как заказ на инновационные проекты только. А не должен ли город условно… Ну, такой город, как Москва или другой мегаполис, иметь некую внутреннюю программу а-ля 5 в 100, так сказать, позволяющую по каким-то критериям развивать свои университеты? Вот, да, можно задать такой вопрос. Да, извините, вот можно туда микрофон еще передать? Да, да, у меня есть микрофон. Коллеги, большое спасибо. У меня вопрос про… Мне кажется, в контексте нашей дискуссии очень важная тема про управление системой высшего образования. Когда мы говорим про связку университет-город в России, важно… Ну, вот сегодня уже говорили про федеральную подчиненность. 90% наших вузов, они находятся в управлении федерацией. И там только в Москве, в Московской области, в Татарстане есть вузы регионального подчинения. Вот, собственно, видите ли вы какие-то, может быть, косвенные либо неявные инструменты того, как выстроить вот это взаимодействие? Я думаю, что никто не сомневается, что оно, безусловно, должно быть. Как его выстроить в Москве, в других городах, в условиях федерализации, по большому счету, управления системой высшего образования? Где найти вот эти драйверы, управленческие, организационные, финансовые для связки город-университет? Спасибо. Александр Анатольевич, может быть, вы попробуете ответить? С удовольствием. Мне кажется, нет здесь разрывов, какой подчиненности университет. Он подчиняется правительству Москвы или федерации. Главное, чтобы у нас было желание и воля создавать совместные программы, в рамках которых мы будем двигаться. Сегодня я немного говорила о своей презентации, о тех совместных проектах, которые мы реализуем совместно с правительством Москвы. И это в основном образовательные, есть еще научно-исследовательские проекты. Но это проекты. И если мы сможем их объединить в некую программу, в некоторую систему, о чем говорил сегодня Юрий, то, наверное, будет гораздо больше положительный эффект не только для университетов, но прежде всего для наших школьников и студентов. Но и, собственно, как сегодня уже на круглом столе, как аксиома прозвучала, от этого выиграет город, страна, а может быть, и мир. Поэтому нам необходимо коммуницировать, нам необходимо идти друг к другу, распахивая двери. И не боясь конкурировать в жесткой среде, что мы уже научились делать, тем не менее продолжать развивать сотрудничество. Как я уже говорила, от этого будут только создаваться новые возможности для наших студентов. Ну, это вызов, который мы должны тоже взять на себя и решить эту задачу. То есть решение не в иерархичном подчинении там чего-то. Это должна быть некая системная программа взаимодействия, наверное, вот такой. Да? Ответ. Можно задать? Скажите, пожалуйста, Мартин, как я понимаю, любая инновация – это всегда вложение и университета, и компаний, огромные инвестиции, и команды, которые работают. Насколько целесообразно и вообще экономически оправданно 40% отдавать одному ученому? Ну, потому что вот это ж не только его вклад. Вы знаете 40% патента? Патент, 40% владеется университетом, то же самое в США, то же самое в России. Здесь, чтобы стать ролевой моделью, вы должны продемонстрировать то, что профессор получит деньги, сам получит деньги. Поэтому до первых 5 миллионов мы даем ему 40%. Фантастическая цифра, да? Если вы посмотрите на этого профессора, который требует огромного количества денег, они обеспечили доходность, серьезную доходность для всего сообщества. Они стали венчурными капиталистами. Конечно, у них есть хорошая вилла, хорошая квартира в Лондоне, хорошая вилла в Испании. Почему нет? Но они обеспечили возврат этих денег к сообществу, не обязательно в университету. Я могу отметить несколько ребят, которые вложили в венчурный капитал миллионы долларов, и они стали эффективными предпринимателями, поверьте или нет. Знаете, деньги не только в кармане этих людей, они стали богатыми. Да, конечно, почему нет? Нет никакого здесь противоречия, но они вернули огромное количество денег в сообщество, в регион. Прошу прощения голоса, я потерял голос в течение футбольного матча, когда играла Франция. Мне понравилась история, я живу здесь уже 12 лет, в России, и я понимаю, что это страна, которая имеет свои. В ситуации, конечно, французский президент, который поддерживал как государственный сектор, так и частные инициативы во Франции. Я не знаю, что в конце концов случится, но это массивные, огромные инвестиции, огромная динамика. Это не из университета. Я хотел бы понять, чего мы ждем в России для того, чтобы присоединиться к этой программе, поскольку вижу огромное количество талантов в России, которые пытаются найти способ, поскольку в России фантастическую страну, в которой я живу. Вопрос, чего мы ждем, с точки зрения чего? Перевод невозможен, оратор не говорит микрофон. Оратор не пользуется микрофоном. Оратор не пользуется микрофоном. Я не понял вопроса. Наверное, часть вопроса, можно сказать, в том, почему у нас нету подобных, или почему мы не развиваем подобные корпорации частные. Сколково – это все-таки государственная корпорация. И большинство университетов у нас за редким исключением государственные, а если частные университеты, они другого уровня. Почему бы нам не попытаться развить частные университет, коими, наверное, являются большинство ведущих университетов Америки? Во-первых, надо понимать, что Америка довольно исключительная страна в этом отношении. Я понимаю, что это исключение, из которого 8 лучших университетов мира из 10 в Америке, но полностью частные университеты – это не такая уж распространенная вещь на мировой арене, как может показаться. В России есть примеры частных вузов, российская экономическая школа, Московская школа высших социальных и экономических исследований, Европейский университет в Петербурге. И вообще-то было бы здорово, если бы было больше частных вузов и частных вузов высокого уровня. Но это трудно, и в России нет никакого опыта государственного поддержки частных вузов. Не сказать, что этого не пытаются сделать. Например, большим прорывом последних лет было то, что теперь частные вузы имеют право получать бюджетные места, как давно нужно было это сделать. Но это всё ещё маленькие шаги по дороге, по которой ещё тысячу ли пройти. То есть, в принципе, да, но на практике до этого ещё очень далеко. То есть, ответ — это делается, мы прилагаем усилия, мы ещё не создали, может быть, что-то большое, типа Гарварда или Стэнфорда. Уважаемые друзья, наверное, на этом мы нашу сессию по круглый стол заканчиваем. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их уже в частном порядке. Большое спасибо всем участникам. Мне кажется, сегодня была очень интересная дискуссия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова